Всем привет, с вами снова Нагваль, мы продолжаем наш видео ежедневник, сегодня у нас пятница 6 января и подводим итоги сегодняшнего дня. Сегодня на Твинах я скрафтил чуток расходки, чуток фолиантов, фолианты по-прежнему не могу продать, но банки расходятся слава богу хорошо по нормальной цене. Также я засадил все свои пугало сегодня криптомериями, потому что больше срать нечего, но заодно можно получить и такой приятный бонус, как искрящиеся древесины, вот здесь у меня еще все деревья не выросли, а искряжка одна уже есть, можно продать на аукционе. Ну а сегодняшнее видео я хотел бы посвятить вот таким вот огородикам, которые можно крафтить, когда у вас прокачано травничество до 230 тысяч. Чтобы получить титул за 230 тысяч профи никакого квеста делать не нужно, он вам сразу падает в инвентарь, вот. Так, ну и я решил вырастить все виды огородов, чтобы посмотреть насколько они профитные, есть ли смысл их вообще выращивать. Каждого вида огородов я вырастил по 32 штуки, то есть это по 1 пугало 24 на 24, то есть всего 3 вида огородов, соответственно 3 пугало 24 на 24 я ими засадил. Казалось бы мало, но нифига подобного. На одну такую кумбочку надо 10 душистых листьев, соответственно на 1 пугало нужно 320, на 3 пугало нужно 960. Это почти косарь голды, если покупать их на аукционе. Собственно из-за этих душистых листьев, из-за цены на них, я и решил все это дело рассчитать, будет ли выгодно их выращивать, либо все-таки ну их нафиг. И по старинке выращивать по штучной, покупать семена на аукционе, либо за ремесленную репутацию. Итак, вырастил я всех видов огородов по 32 штуки и начнем проверять сколько же профита они нам приносят. И начнем мы сейчас с грядки с пряными травами. Для крафта этого огорода нам нужен всего лишь только аир и лаванда, а при сборе этого огорода мы будем получать кучу таких трав, как аир, лаванда, мята, розмарин, подсолнух, куркума, мак и шафран. Жесть! На сбор таких огородов написано, что тратится 250 очков работы, но так как у нас прокачано травничество до 230 тысяч, соответственно у нас расход очков будет меньше. Ну и проверяем по факту, сколько же мы будем тратить очков работы, это 150 очков работы на сбор одной клумбы. Но, соответственно, собираем все остальные клумбы и посмотрим, сколько чего мы получим. Итак, собрали все, подводим итоги. 1161 аир, 1141 лаванда, 959 мяты, розмарин 946, подсолнух 875, куркума 895, шафран 770 и мак 788. Проверяем, сколько нам это будет стоить, если мы решим все это дело продать на аукционе. Итого, за аира мы получаем 23 голды, за лаванду мы получаем 42 голды, за мяту мы получим 43 голды, если там все нормально с ценой, да. Розмарин у нас какой-то дешевый, проверим, нет ли ловушки, нет, все нормально, значит 18 голды за розмарин. Подсолнухи у нас тоже дешевые, судя по всему. Ну да, 10 голды за подсолнухи, значит дальше у нас куркума, тоже дешевая у нас попалась куркума, 33 голды за все, что мы собрали. Дальше шафран у нас 53 голды и мак у нас 108 голды, посмотрим историю продаж, насколько тут его много, все нормально ли с ценой, да, с ценой в принципе все нормально. 100 голды за мак. Ну и подводим итоги, что же мы получили. Всего, если все продать, ничего себе не оставлять, то получается 322 голды. На все про все мы потратили 4800 очков работы. Ну и на душистые листья, если брать текущую цену, то где-то 60 серебра в среднем за одну штуку, это получается грубо говоря 200 голды. То есть если от нашей выручки убрать эти 200 голды, остается 120 голды. И эти 120 голды мы получили потратив 4800 очков работы, соответственно профит у нас 25 голды за 1000 очков работы. Ну так себе. В принципе это в плюс, но все-таки, как мне кажется, дешевле было бы купить все эти ресурсы на аукционе и сэкономили бы себе 5000 очков работы. Как-то так. Теперь переходим к следующему виду огородов, это у нас цветыник. На крафт этих огородов нам необходима Азалия, Нарцисс, Клевер и Роза. При сборе, помимо всех этих ресурсов, мы будем дополнительно получать Лилии, Лотосы, Васильки и Кактусы. Для сбора этой клумбы нам необходимо потратить 150 очков работы, это если не прокачано ремесло, по факту мы будем тратить 90 очков работы. Ну что ж, поехали, собираем все остальное и посмотрим, что мы получим в итоге. Сбор завершен, подводим итоги, смотрим, что же мы за все это дело получили. Итак, Азалия нам принесла 28 голды, Клевер 37 голды, Нарцисс 43 голды, Роза 37 голды, Лилия 77 голды, Лотос 56 голды, Дальше у нас Васильки 66 голды и Подконец Кактусы 93 голды. Ну уже что там. Суммируем весь доход и смотрим, что же в итоге у нас получилось. Итак, потратили мы 2880 очков работы на сбор 32 клумб. На душистые листья, как и прежде, приблизительно мы потратим 200 голды, ну если будем покупать их на аукционе. Продав все, что мы собрали на аукционе, мы получим 437 голды. Вычитаем из этой суммы затраты на душистые листья, мы получим 237 голды. Ну затраты на семена я здесь не учитываю, потому что там реально совсем уже копейки. Там где-то максимум 20-30 голды идет на семена и на крафт этих пакетов тоже там копейки очков работы уходит, поэтому этими цифрами можно пренебречь. Итого, за 2880 очков работы мы получили 237 голды, а это у нас получается 82 голды за 1000 очков работы. Уже что-то уже неплохо, в принципе можно покупать душистые листья на выращивание этих клумб, это будет выгодно. Ну а теперь переходим к последнему третьему виду огородов, это аптекарский огород, который мне интересен более всего, потому что здесь при сборе можно получить женьшень, который так мне нужен для алхимии. Для крафта этих огородов требуются грибы и чертополох, при сборе помимо них мы будем получать еще алоэ и женьшень. Для сбора одной клумбы по умолчанию нужно 100 очков работы, но при прокачанном ремесле тратится по 60 очков работы. Ну и подводим итог, что же мы получили за все, что мы собрали. Итак, грибы. За грибы мы получаем 39 голды плюс 21 голда, суммарно 60 голды. Дальше, чертополох, 32 плюс 16, это вот 48 голды. Алоэ, 77 плюс 11, это 88 голды. Ну и женьшень, 150 голды. Самый дорогой женьшень, но в принципе оно того стоит, так как это основной ресурс, используемый в алхимии. Ну и наконец, итоговый расчет профита аптекарского огорода. Всего мы потратили на 32 клумбы 1920 очков работы. На душистые листья, предположительно, мы потратили 200 голды. Продав все, что мы собрали, мы получим 346 голды. Вычитаем отсюда цену за душистые листья. Итого профит 146 голды за 1920 очков работы. А это у нас 76 голды за 1000 очков работы. В принципе, тоже неплохо. Самый, получается, топовый у нас по доходу, это цветник. Выращивая цветники, мы получаем 82 голды за 1000 очков работы. Выращивая аптекарский огород, мы получаем 76 голды за 1000 очков работы. Ну а выращивая пряные травы, мы получим всего лишь 25 голды за 1000 очков работы. Ну вот, собственно, и профит мы весь рассчитали. Как видите, в принципе, есть смысл выращивать эти огороды. Единственное одно но, что цены постоянно меняются. На те же душистые листья цена очень сильно колеблется. Допустим, сейчас вот есть уже цена по 65 серебра, тут по 85, бывает по одной голде за штуку. Я, допустим, покупал обычно не дороже, чем 60 серебра за штуку. Ну и большая часть этих семян я получал сам, выращивая женьшень поштучно. Ну, в принципе, как бы формулу расчета можно составить из моих данных. Просто вместо цены на душистые листья поставляете актуальную на текущий момент. Вот, в принципе, и все. Ну и сразу давайте подведем итоги сегодняшнего дня. Что у нас продалось? 44 лота у нас сегодня, наверное, проданы. Сколько у нас тут осталось на аукционе? Ничего не осталось. Фейерверки и парочка фолиантов. Так, посмотрим, что мы продали. Неудачные торги, неудачные торги. Ни хера не продали. Печально. Так, банки, судя по всему, не все были проданы. Ну и я их выставляю на короткий промежуток времени, потому что постоянно сбивают цену. И рано или поздно их все равно придется либо самому снять, либо их вернут. Таким образом. Ну вот, короче, забираем. Так, всего лишь 1000 голды, но большая часть банок не продалась, потому что выставил нас слишком, наверное, маленький промежуток времени там на 6 часов. Хотя, если бы их поставил чуть надольше, они бы продались. Ну, в принципе, ничего страшного. Выставим их еще раз. Голду от этого я не потерял. Ну вот и сегодняшний день подошел к концу. На доск шире днем я был, но, к сожалению, почему-то запись не сохранилась. Точно помню, что была включена запись, но на компе я ее не нашел. Ну да и ладно. На этом, пожалуй, все. Спасибо за просмотр. С вами был Нагваль. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok